Привет! 18 марта 2018 года Россия выбирала президента. Явка на прошедших выборах составила всего 67%. Тем не менее, это один из самых высоких показателей за всю историю выборов главы государства в России. Многие не ходят на выборы, считая, что от них ничего не зависит и попросту не хотят тратить время. Но есть в мире страны, где неявка на выборы влечет за собой последствия для гражданина. В ряде государств по закону голосование является принудительным. Сегодня узнаем, как в разных странах добиваются максимального участия граждан в выборах. В Аргентине, кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от 20 до 200 долларов, предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет занимать государственные должности. В Боливии предусмотрена ответственность в виде отказа снятия заработной платы в банке в течение трех месяцев. На территории Бразилии неучастие в выборах грозит не только штрафом, но и необходимостью в письменном виде объяснить причину неявки на участок для голосования. Есть несколько стран с подобным законодательством и в Европе. В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не является уважительной причиной для неучастия в голосовании. Помимо штрафов за неявку могут последовать более серьезные санкции, вплоть до ареста и тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года, а также лишения званий и должностей. В Бельгии первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в 50 евро. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125 евро. После четвертого прогула гражданин лишается избирательных прав на 10 лет, а также возможности получить должность на госслужбе. В Турции за неявку на выборы предусмотрен штраф в размере около 14 долларов, а злостные нарушители подвергаются уголовному преследованию. Практика наложения штрафов в размере от 25 до 70 евро существует также в Италии, Германии, Австрии, на Кипре и в Люксембурге. В Италии ответственность за неявку на выборы, помимо всего прочего, предусматривает публикацию в газетах списков лиц, не принявших участия в голосовании. Обязательно ходить на выборы и в африканских государствах, например, в Демократической Республике Конго и Египте. В Египте сумма штрафа не превышает 1 доллар, однако не пришедшим на выборы также грозит тюремное заключение. Из азиатских стран в Пакистане за неявку на выборы в лучшем случае грозит штраф 60 долларов, а в худшем – каторжные работы сроком до 5 лет. Принудительное голосование практикуется также в Австралии и двух островных государствах – Науру и Доминиканской Республике. В Австралии из-за игнорирования голосования могут выписать штраф 13 долларов США. При этом, чтобы избежать штрафа, достаточно официально уведомить избирком о своей неявке с указанием ее причин. Вот так стимулирует проявление гражданской позиции в разных государствах. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно напишите в комментариях и подпишитесь на канал. Всем пока!